Здравствуйте, дорогие друзья! Подписчики меня часто спрашивают, какую воду лучше использовать для заваривания чая. Тема эта очень важная, поэтому в этом видео я расскажу вам, назовем их так, китайскими хитростями для идеального чаепития, которые проверены личным жизненным опытом, поэтому информация будет очень для вас полезной, не переключайтесь. Первая китайская хитрость заключается в использовании питьевой бутилированной воды. У меня это липецкая питьевая вода, но не обязательно использовать липецкую, используйте любую бутилированную питьевую воду. На самом деле идеальный вариант это детская, самая качественная вода, это детская, это самая мягкая, артезианская, в ней абсолютно нет хлорки, то есть чаепитие будет с такой водой абсолютно шедевральным. Вторая китайская хитрость заключается в том, что первый пролив горячей водой всегда нужно сливать, не настаивая, то есть вместе с этим проливом смывается вся пыль, грязь, все то ненужное, чего бы вам не хотелось увидеть растворенным в своей кружке. Третья китайская хитрость касается температуры воды. Крутой кипяток 100 градусов подходит только для заваривания пуэров и темных чаев. Для всех остальных сортов чая, белого, зеленого, желтого, бирюзового, красного, вода нужна охлажденная, где-то 75-80 градусов. То есть перед завариванием воду нужно остудить. Что касается времени, которое нужно дать на остывание воды, это каждый для себя должен найти золотую середину, но это зависит от объема воды и обычно занимают в интервале от 2 до 5 минут. Если оставить воду слишком горячей, то есть заваривать чай кипятком, то кипяток убьет витамины, аромат, вкус, чай будет невкусным. Если же слишком сильно дать воде остыть, то чай тоже получится невкусным, так как не заварится. В общем, потренируйтесь, друзья мои, обычно это находится где-то в районе от 2 до 5 минут. Значит, дать чайничку подостыть в зависимости от объема. Ну и последняя китайская хитрость заключается в моменте, когда следует отключать закипевшую воду. То есть если вы завариваете свежие сорта чая, то есть все кроме пуэров и темных, то лучше не доводить воду до сильного кипения. То есть как только начинают подниматься первые крупные пузыри, размером с горохшину чай можно отключать. Так в ней больше, в воде останется больше кислорода, чай получится вкуснее и выразительнее. В общем, отключайте чайник еще до того, как вода в нем сильно закипит. Вот как бы 4 такие основные китайские хитрости для идеального чаепития. Я их запишу еще в виде такой статьи, оставлю в своей группе ВК. Так что присоединяйтесь, ставьте лайк, если видео понравилось. Спасибо всем за просмотр.